Успехи армии Асада и отрядов ополчения на севере Сирии и других ключевых направлениях обернулись трудностями на дипломатическом фронте. Переговоры в Женеве приостановлены, как считают и в Дамаске, и в нашем МИДе, в результате того, что часть делегатов сирийской оппозиции действует в интересах других стран, которые поддерживают их не только деньгами. Такая тактика один раз уже сработала против мирного регулирования. Сейчас условия изменились. Это признает в том числе западная пресса. Продолжит Павел Пчелкин. Вряд ли кто-то обольщался, когда спецпосланник ООН по Сирии громко объявил о старте переговоров в Женеве. Слишком зыбкие стартовые позиции диалога и слишком велики разногласия между его участниками. И вот в итоге оказалось, что едва начавшиеся переговоры приостановлены. Я принял решение взять временную паузу. Повторю, временную паузу. Это не конец и не провал переговоров. Обе стороны подтвердили, что заинтересованы в начале политического процесса. Я определил дату начала следующих переговоров. Это 25 февраля. Вскоре стала ясная причина. Глава высшего совета по переговорам от оппозиции вдруг предпринял Димаш, заявив, что не намерен вести переговоры, в то время как правительственные войска при поддержке российских самолетов продолжают наступление. И потребовал его остановить. Делегация покинет Женеву и не вернется, пока не будут выполнены наши требования в гуманитарной сфере. Или мы не увидим каких-либо изменений. Позже оппозиционер заявил, что его неправильно поняли. Делегация оппозиции остается в Женеве, из переговоров не выходит и готова участвовать в них 25 февраля. Видимо, старшие товарищи образумили. Все прекрасно понимают, что за делегацией оппозиции стоят Турция, Саудовская Аравия и Катар, которые финансируют, снабжают оружием и, естественно, курируют на переговорах сирийскую оппозицию. По мнению представителя Дамаска, оппозиционеры ведут себя в Женеве вызывающе. Мы положительно ответили на приглашение за стол переговоров. Сразу из аэропорта мы направились во дворец наций на предварительный раунд переговоров с господином Демистурой. Мы приезжали дважды, как только он нас вызывал. Другие при этом прибыли на шесть дней позже и теперь вообще отказались явиться навстречу. Глава российского МИДа дал понять, что сирийская оппозиция должна отказаться от языка к ультиматуму. Уверовав безусловную поддержку извне, некоторые ее члены, похоже, утратили чувство реальности. Мне кажется, что некоторые члены этой группы слишком избалованы своими спонсорами, прежде всего нашими турецкими соседями. Сказанное в полной мере относится и ко второй оппозиционной делегации, так называемой Лозаннской группе, потому что в ней тоже появились капризные люди, которые начинают выдвигать предварительные условия. Здесь стоит напомнить, что несмотря на возражения России, сирийскую оппозицию на переговорах представляет не одна, а целых две делегации. Высший совет оппозиции по переговорам или Ириятская группа, и так называемая Лозаннская группа, о которой сказал министр. Она известна тем, что уже сорвала одни мирные переговоры по Сирии в 2014 году. Теперь это делает некий высший совет с непонятными полномочиями. В Ирияде, вдруг в одностороннем порядке, собирается большое количество всякого странного народа, где формируется этот высший комитет по переговорам. Он пролетает в Женеву и сходу начинает выдвигать ультиматум. А ведь смысл-то прекращения огня может быть только тогда, когда кто-то имеет влияние на вооруженную оппозицию. Кто будет слушать эту оппозицию, одну и вторую? То есть некие представители боевиков, называющие себя сирийской оппозицией, требуют прекратить наступление сирийской армии и бомбардировки, шантажируя всех отказом от переговоров. При этом никаких гарантий прекращения огня со своей стороны они не дают, да и не в состоянии это сделать за другие группировки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что причина демарша сирийской оппозиции как раз в том, что правительственная армия заметно потеснила боевиков на севере страны. Остальное все детали. В результате успешной операции сирийской армии и местных ополченцев оказались отрезаны пути снабжения боевиков между севером провинции Алеппо и контролируемой ими провинцией Идлиб. Это явилось серьезным ударом для террористов всех мастей и тех людей, которые являются их пособниками. Вот цитата из статьи немецкой газеты «Дивельт» под заголовком «Россия удалось немыслимое в сирийском конфликте». Российская военная операция вполне может принести победу Дамаску или, по крайней мере, серьезно улучшить его позиции на новых переговорах. Повстанцы могут противопоставить немногое, даже с поставками вооружения от своих союзников США, Катары и Саудовской Аравии. Россия возвращает сирийский режим на путь победителей. Активные бомбардировки инфраструктуры боевиков позволили правительственной армии развернуть масштабное наступление и добиться существенных успехов на севере провинции Алеппо. Развитие операции означает выход правительственных войск к сирийско-турецкой границе и может полностью перерезать пути снабжения из Турции боевиков на севере страны. Спонсоры процесса со стороны так называемой сирийской оппозиции рассчитывают на то, что сирийская армия истощит свои ресурсы и можно будет зафиксировать более благоприятное, нежели сейчас, положение дела на фронтах. А вот выдержка из статьи американской Вашингтон-Пост под названием «Военная кампания в Сирии. Успех для Москвы». Владимир Путин кардинально изменил положение лояльных сирийскому президенту Башару Асаду сил в пятилетнем кризисе. В прошлом году они стремительно теряли территории, уступая их формированием умеренных повстанцев и боевиков-исламистов. Теперь правительственные войска ведут наступление и во вторник одержали самую значительную на сегодняшний день победу, освободив стратегически важный город Шейх Мискин от боевиков, который поддерживает коалиция во главе с США. Нет сомнений, что позиция Дамаска на переговорах стала сильнее. В надежде изменить ситуацию, предпринята попытка эти переговоры сорвать или хотя бы отложить. Так или иначе, глава МИДа России Сергей Лавров сегодня в телефонном разговоре, и, похоже, смог убедить своего американского коллегу Джона Керри, что ждать до конца месяца значит потерять слишком много времени. Они договорились встретиться 11 февраля в Мюнхене для того, чтобы обсудить причины провального старта переговоров по Сирии и сделать все, чтобы они возобновились как можно быстрее. Павел Пчелкин, Лилия Зорина, Денис Воронцов и Ярослав Зорин. Первый канал. Продолжение следует...